Ребята, всем привет! Сегодня воскресенье, а это значит семейное видео у нас. Марина сегодня дома, поэтому что-нибудь сегодня расскажет. Едем мандарин. Да. Между прочим, в тот раз вы многие писали, видео о том, как пьют кофе, значит мы ничего не работали, только кофе вам запомнилось. Сегодня кушаем мандаринки. На улице у нас льет дождь сегодня, уже вторые сутки. То начинается, то прекращается. Но на днях был морозчик, и мы привезли, наконец-то, дрова. Я думал, уже стоит сразу. Я заметил, я уже понял. Вот здесь, наверное, в 3-4 ряда мы сложим и теном накроем. Как раз на эту зиму мне в бане. И нашу рабочую мастерскую хватит. Леша, аж наверно вот до сюда будем до собаки докладывать. Здесь не завалится. А, нет, здесь пенек подпирает. Вот, и как раз вот это все завалим, а выработаем. Сзади мы все это уйдет. Здесь вот, понял, рядок, второй, третий. Немного, но все-таки. В общем, это стоило тележечка мне 6 тысяч. Сырое, но зато твердых пород. Должно гореть нормально. Ну, как видите, папка работу дал. А сам куда-то уехал. Не видно. Продолжаем перетягивать. Приехал. Сейчас пойдем звать на работу. А кто работает будет? Ты че? Ты будешь работать. А ты? А я? Да. Я руководитель. Главное руководить. В любой работе это самое главное. Руководитель. Он ни хрена не делает, но лично руководит. Ты же место расчищаю. Вижу. А что ты копался до меня? Ладно. Сейчас еще чуть-чуть дальше пойдет и высоту. Вот. Собака наша с больничного выйдет, офигеет. Скажет, ничего себе. Да, ребята, удачно по морозу нам привезли дрова. Леша все отвезли. Замечательно мы с погодой подгадали. Ну, а сейчас у нас, как и каждый год, двор у меня тут сеткой завален. Но хочу показать, как мы тут не отсыпали. Здесь и шифер, и щебень, и камень красный, кирпич. Нет, это все уходит под землю ежегодно. И вот дождь прошел, чуть морозы ушли, снег растаял. И вот это каждый год, из года в год, вот такая грязь во дворе. И вот досочки. Погнали стелить досочки. Конечно же, каждый год я сам себе даю слово, что на следующий год ничего не делаю, пока вот двором не займусь. Но потом появляется то баня, то крольчатник, то птичник, то индюшатник. В общем, из года в год одинаковая песня. По доскам походим пока. Вот так выглядят уже дровишки, подсохшие, прелесть. Сегодня затопил с утра немножечко. Пару дровеняшек подкинул. Теперь тепло, здесь можно работать. Вот появилась у меня такая клетка. Выкладывал в инстаграме, вконтакте. Эта клетка. Такой сетки в РФ не найти. Это делалось на заказ, как я понимаю. Это итальянская сетка. Для сравнения даже покажу. Вот видите, какая толщина. Вот мой палец. Вот она. Три с половиной. Вот она сетка двойка. Это алюмацинк. То есть, с чем я сейчас работаю. Вот два. Это двойка. Вот представьте, сравните рядышком. Сетка вообще обалденная. И вот такие клетки у меня теперь появились. Их немного. Ограниченное количество, но все-таки есть. Получается здесь одно место. Второе, третье, четвертое. Кормушки, трапики, паение труба. Кормушки снимаются. Кормушки двойные. Также для любителей порадовать своих питомцев. Сено сюда можно положить немножко. И само собой, у многих вопрос, когда клетки есть, куда самца? В такую ему мало места будет. И вот представьте, здесь как продумано все. Получается вот этот. Вот эти по 44 сантиметра. А здесь идет 50 сантиметров. И сразу идет специально вот такой трапик. Это для самцов. И кормушечки чуть поменьше. Эта ячейка закрывается. А это сразу 4 ячейки. Длина всей клетки получается 2,25. Такая, как у меня сейчас маточный будет размер по сетке. Здесь ножки вот эти сделаны металлические, но они оцинкованные. В общем, такой клеточкой я доволен. Данная клетка из этой сетки в такой комплектации, вот как я вам показал, полностью все здесь есть, 14 тысяч. Поэтому, кого такая клетка заинтересует, пишите. Сейчас мне предстоит забить вот этих курей оставшихся. Оставляли криволапых, мелких. Это мы себе сейчас оставим на суп. А те, которые 2 килограмма, эти пойдут на продажу. Вес, как есть? Большой. Запределяется. Нет, это такой продажный в реале. А не на вид, а так они дали. Кушинки, кушинки. Ребята, просили показать, рассказать состояние нашего пациента, больного. Но сейчас покажем сумасшедшую эту девку. Альфуш, иди сюда. Альфа, 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 мы здесь. Иди, покажись хоть, ну иди, покажись. Что, скучаешь, да, скучаешь. Побегать хочется, да? Ну, побегай пока. Сегодня тебе обжарка. Да, так, все, 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 все. Гуляй, 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 гуляй. Да, вот тебе надо, да, да, да. Ну иди, все, погуляешь? Ну, ты расскажи, расскажи зрителям, ты себя хорошо чувствуешь? Хорошо, да, хорошо. А когда пузо чешут и задницу. Все, иди. У нее на камеру уже сразу тревога, чтобы ничего ей не кололи, да? Да. Да, а то вчера у нее последний укол был. Да, вчера последний раз прокололи и все. Теперь лишь только когда помучить это швы снимать. Что снимать? Да. Все, ладно, гуляем и своими делами занимаемся. Забил последние четыре штучки в конусах. Марина уже там практически доделает те восемь штук. Наверное, когда вдвоем, да еще шпарчан. Честно, сейчас, мне Марина, говорю, займет больше времени убирать там. И на 16 число у нас партия. Наверное, штучек 100 возьмем. Ну, так уже. Чуть как мы подросли, повзрослели, пора и соточку попробовать. Ну, неудобно будет, конечно, сразу надо будет по 50, потом быстренько здесь рассаживать. Как бы такой поток. Ну, попробуем соточку впервые. Смотрите, я вам покажу, что у нас творится в огороде. Это 9 декабря. Марина Александровна. Да. Как у вас дела обстоят? Ну, я думаю, что хорошо. Скажите, как у вас проходит выходной? Честно? Да. Честно. Честно, честно. Однообразно. Однообразно. Третий раз подряд у меня такой выходной. Чуть-то как-то... Да, выходной как-то... Надоело. Надоело. Надо тебе работать без выходных. Ну, да. Я думаю, без выходных. Точно. А еще у нас здесь появился диван, видите? Теперь вообще у нас... Что без выходных на полу? Да, что без выходных. Можно вообще отсюда теперь не выходить. Можно работать здесь. Чайник есть. Чайник есть. Диван есть. Ну, не подумайте, что это украшение комнаты забойной. Нет, нет, нет. Это просто наш Алексей, когда ему сказали, продай диван, и вот деньги твои продай. И все, прям верит каждому звонящему, каждый на авито. Как еще карточки не сообщает, Марина. Ну, да. И тут же, вот сейчас подъедем, сейчас подъедем. И вот сейчас подъедут. И я уходил и говорю, ну, давай хоть вынесем на улицу, чтобы я помогу вам. И вынесли, вынесли на улице поставили, и дождь как влупил, и вот сюда хоть его затащили. Ну, что-то уже у дня 4-5, я чувствую, домой-назад понесем. Ну, в общем, авито рулит. Привет. Привет. Ну, проходи. Ты уже пришел? Да. Что у тебя сегодня в школе хорошего? Получил три пятерки в дневник. Да ты что? Да. За один день? Да. А по чем? По математике, по родному языку и еще почему-то вроде бы. Почему-то ты даже не помнишь, почему пятерка. Вроде бы по литературе, Волк. А вот нам с Максимом клетка как верстак и пригодится. Решили мы все-таки сделать, добрались, точнее, добрались до еще по вот такой нашей подруге Альфуне, сделать конуру. Немного побольше и, само собой, сделать получше навес сверху. И пора ее будет с бани выселять. Хватит. Взял USB 12 миллиметров. Наконец-то подешевело. Летний период. Помните, как мы пережили, когда девятка стоила 0,9, стоила 2000 и больше доходило. Сейчас 1150 я отдал за 12 миллиметров. Само собой, девятка еще дешевле стала. Ну, наконец-то, наконец-то. Ребята, пришел мой помощник Максим. Что мы сейчас будем делать? Конуру для нашей собачки Альфы. Собачки Альфы. Так, Макс, что самое первое требуется для того, чтобы что-то сделать? Для того, чтобы что-то сделать, требуются умения и материалы. Хорошо, это у нас есть. Что еще требуется? Еще требуются помощники. А план? План тоже. План. Вот у нас есть материал. А что мы с него будем делать? Как думаешь? Может быть, сначала еще какой-нибудь рисунок, эскиз? Ну, скорее всего. Вообще, я думаю, в первую очередь надо хотя бы померить, что у нее здесь было. Это один лист фанеры. Так, 50 и так вот, 60. Сделаем, давай, наверное, Максим ей, чтобы было вот так, потому что отсюда все время снег заметает ей. Вот здесь все время кучка большая. Мы сделаем, наверное, вот так, и вход будет сбоку. С этого боку вход будет, во-первых. А во-вторых, вот здесь будет тогда навес вот такой, и сюда, чтобы водичка стекала. Смотри, что я хотел сделать. Сделаем вот так. Будет чуть под наклоном. Вот так. Понял? Вот это будет единая крыша, вот здесь как бы стоечка. Максим сказал, эскизы отличные. Готово. Вот так и сделаем. Вот такие разуклонки не забудь соблюдать. Понял? Все, мы помчались. Вот смотри, вот это будет задняя стенка. Как мы с тобой решили? Вот это задняя стенка высотой 70 сантиметров, а вот эта часть у нас пойдет еще, где она будет, вход. Понял? Вот на вход, и получается, это задняя, это вход, та часть еще, и у нас остается только лишь пол и потолок. А у нас хватит только на пол или на потолок. Ну ничего, придумаем. Найдем где-нибудь, где у нас еще есть материалы. Правильно? В общем, начинали вдвоем, а заканчиваю один. Мама забрала уроки делать. Ух, эти времена, когда уроки делать. Ух. Ну, в общем, получается, как получается. Это, как Максим сказал, балкон. Там будет жить, по всей вероятности, должна. Крышу пока сделали такую. И вот сюда я хочу завтра еще вынести. Вначале это надо на улицу будет. Потом вот здесь пару рейчик, досок кинуть. Одну, вторую, третью и сверху железо. Прикрутить, чтобы железо было больше. Ну, вот на ширину железа кину, оно метр десять. Как раз вполне хватит. У меня есть там один скатик. А пол, все вот это я поставлю на... Точнее, мы поставим на палет. У меня есть палет. Как раз он шириной 85 сантиметров. У нас здесь 70. И длиной он метр двадцать. Здесь метр двадцать пять. Самое нормально. Ну, скорее всего, этим будем заниматься уже завтра. Потому что маленьким, так, с энтузиазмом ему это все понравилось. Будем с ним завтра уже устанавливать по-светлому. Сейчас уже потемнело. Поэтому это у меня отставляем. А одну клетку мне нужно укомплектовать. Завтра на Курск поеду. Заодно и клетку отправлю человеку. Показываю, как она выглядит. В разобранном виде. Завтра одна едет. Уже до своего владельца. Все складывается. Занимает место всего. Как видите, здесь 15. Но максимум 20 сантиметров. Никакой дополнительной упаковки не требуется. Как говорится, взял и пошел. Сегодня я решила с вами поделиться рецептом. Нашла его случайно в ТикТоке. Довольно простой, вкусный. Уже его делала. Для приготовления нам понадобится тесто слоеное, дрожжевое. Я взяла в данном случае покупное. Колбаса вареная, порезанная, довольно тонко. Сыр тоже. Ну и мука для раскатки. Сейчас начнем готовить. Тесто я раскатала. Разрезала вот на такие полосочки. Укладываем вот таким образом колбасу и сыр. Скручиваем нашу заготовку рулетиком, чтобы получились вот таким образом розочки. Краешки можно чуть-чуть вот так вот расправить, чтобы она потом была пышнее. Форму предварительно я застелила бумагой для выпекания. Смазала ее растительным маслом. И наши розочки я разместила на расстоянии, потому что тесто у нас дрожжевое, оно будет подниматься. Они у нас были румяные. Смазываем их взбитым яйцом. После этого отправляем в духовку разогретую на 200 градусов на 25 минут. Будете смотреть по готовности, чтобы они были красивые, пышные. Вот такая красота у нас получилась. Пышные румяные розочки. И очень вкусные. Вчера я доделал Альфи дом. Сейчас нашел вот такое железо у меня тут. Гнутая, конечно, перегнутая. Край загнул, чтобы никто не порезался с края. Углы загнул. Ничего, такое подойдет. Думал сегодня с пацанами днем, пока светло. Установим. Но, как всегда, не одно, так другое. У одного температура, у другого горло. В общем, сегодня мне помогает Альфа. Кому делаем, тот пусть и помогает. Выходи, помог. Пойдем, помогать будешь. Пошли, пошли. Пойдемте, новый дом ставить будем. Пойдем, пойдем. Да, отсюда и повезем. Нет, это деловая. Только комбикорм, мне не трогай тут, ладно? Начальница. Да, да, да. Теперь стой. Пока я не выйду. Да, выпустил. Помощник. Зашла. Смотри, какой дом он такой. Как и говорил, на палет поставил. Наверное, сейчас закреплю пару саморезов, бах, чтобы уже она не утащила. Иди, проверяй. А, как тебе дом? Ноги проверяйте с верандой здесь. С верандой. Будешь теперь по ступенькам ходить. Ага, все новое, да? Ладно, солома сейчас туда только брошу, она сразу туда рванет. Давай, заходи, заходи. Давай, ага. Да, да, да. Представь себе. Тебе. Какая крыша у тебя будет? Где ты, помощница? А, помощница. Не трое комбикорм, кому сказал? Ну что, ребят, мне отель, конечно, 5 звезд, но все-таки, видон будет нормальный. Но что-то моя помощница на все это посмотрела и свалила от меня. Давай. Да, стань от меня. Да ну, я понял. Все, я понял. Я тебе понял. Все, в вопросе. Дай, смотри, сколько. Да ты кабаник, у меня. Вон, поздно. На, кабаник. Все. Новую конуру определили. От старой избавился. Теперь нужно будет выдравить все в бане, убрать и кое-что назад занести. А так к вечерку надо баню протопить. То, что с температурой, конечно, нечего вам там делать, а с горлышком, с соплями самое то. Решил сегодня попариться с семьей. Периодически возникают вопросы, комментарии по теме видео, где я рассказывал о бане, где вагонку прибивал или еще какие нюансы. Вопрос. Саша, что бы ты переделал? Я делал отдельное видео, что бы я переделал? Но непосредственно по высоте, по размеру, ребят, ничего бы не делал. Вот именно для семьи, вот то, что я хотел, то нас это радует уже год и уже чуть даже больше. Вагонка. Нигде ничего не выгнуто. Все на месте. Углы. Все ровно. Здесь по стене, так как это облицовочная часть, ничего здесь не полопалось. Дверь. Все в порядке. Здесь в помещении так же. Не знаю, сейчас камера, если не запотеет, то будет все отлично. Нигде, видите, ничего не выгнуто. Вот, все ровненько. Уже год с лишним. Все на месте. Эта сторона тоже самое. Вот, все на месте. Потолок. Ничего, никаких изменений. Все работает. Чуть открою. Пока мне так же интересуются, полопалось, не полопалось. Вот я как делал. Нигде не трещь, ничего нет. Вот. Все ровненько. Ни кирпич не полопался. Ничего. Единственное, только, как я говорю, так и не доделал. Кирпич я купил, не доделал. Вот эта часть. Железяка так и сифонит, но мы уже привыкли. Но так и все никак не доделаю. Но по бане больше сказать нечего, ребята. Сейчас будем кайфовать. К вечеру хоть залезла. Полдня здесь сидела, ходила. Не могла понять, куда ей деваться. Но все-таки зашла. Видите, балдей. И даже уходить лень. Да сиди, сиди. Ладно, мы не будем тебя отвлекать. Спи там. Все, все, все. Вот так. Ждала этого момента 10 лет. Пока мы сделаем больше конуру. Но все-таки. Максим, ну как, вкусно? Понравилось? Очень вкусно. Классные булочки. Ну что у вас? Приготовили, нет? Да, у нас все готово. А у тебя? У меня тоже банька. Все готово. Сейчас только пару булочек этих ем. И сразу пойдем. Прикусишь? Да. Ну давай. С молочком. Давай мне молока. Друзья, вот такие были несколько дней на этой неделе. Всю неделю вам показывать, конечно, не стоит. А то на час растянем. Но все-таки мы с этими трудностями справились, как всегда. Но отлично, я считаю. И моя семья, я думаю. Сейчас баня протоплена. Вкусняшки на столе. Пойдем мы париться. Но вам могу пожелать только всего самого наилучшего. Пока. Вы были на канале в гостях у дяди Саши. И не забудьте сделать эту вкуснятину. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok